Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Вот несколько дней назад я выпустил видеоролик о том, как правильно необходимо переключаться на механической коробке передач. И мне многие начали писать, да я со второй трогаюсь, да всякое такое, зачем с первой, можно с первой не трогаться. Я переключаюсь после первой сразу на третью, или там после второй сразу на пятую. Разные писали, сегодня я хочу вам немножко дать пояснение. Давайте разбираться. Итак, друзья, да действительно, конечно, можно же и со второй тронуться, можно и с третьей тронуться, да и с пятой можно тронуться. Правда сцепление будет гореть у вас. Да, не удивляйтесь. Конечно, если мы будем говорить о грузовых автомобилях, там где специально передачи подобраны таким образом, чтобы допустим трогаться под грузом, если вы пустой, то можно и со второй трогаться. Многие знают, но я не говорю в своих роликах о грузовых автомобилях, я не рассматриваю грузовые автомобили. Я говорю о легковом гражданском транспорте. Только о легковом гражданском, но никак не о грузовых. Конечно, друзья мои, можно тронуться со второй, можно тронуться и с третьей. Никаких проблем. Можно и переключиться с третьей, скажем так, сразу на пятую. Можно со второй сразу на четвертую. Все зависит от условий. Я вообще без сцепления могу переключаться. Подбираю обороты двигателя и свободно буду переключаться. Без всяких там скрежетов и всякого такого. Да, без проблем. Но, друзья мои, а зачем это делать? Прежде всего, если мы трогаемся со второй передачи, мы нагружаем сцепление. Да, когда мы, допустим, трогаемся со второй передачи, к примеру, если это где-то буксуем там или в снегу, тогда нагрузки на сцепление такой нет. Вы должны это понимать. Нагрузка на сцепление будет, если мы на асфальте будем трогаться, допустим, со второй передачи. Да, если будем с третьей передачи, мы еще должны будем более плавнее отпускать сцепление, таким образом стирая наш диск сцепления. А оно нам надо? Я думаю, нет. По этой причине, друзья мои, если у нас есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая передача, допустим, то мы, соответственно, должны правильно переключаться, трогаться с первой, а не со второй, не надо изобретать. Если мы, допустим, тронулись, разогнали наш автомобиль и переключились, к примеру, сразу без нагрузки, если мы, допустим, с горы катимся, то можно, конечно же, переключиться сразу на третью передачу. Да, никаких проблем. Это делали много раз, потому что нагрузки нет. Вы очень быстро это сцепление отпускаете, и оно у вас не подгорает. Но если, друзья мои, это идет, скажем так, под горку где-то, или вы знаете, что когда идет какая-то нагрузка, то о каких еще переключений через передачу, даже никакой речи быть не может. Необходимо переключать, соответственно, первая, разогнал, вторая, разогнал, третья и так далее. Надеюсь, друзья, достаточно в этом ролике все вам пояснил. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И самое главное, друзья, оставайтесь здоровыми. Как можно больше задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.